Здравствуйте, дорогие друзья! Решил расширить рамки своего канала, вести рубрику про индивидуальный инвестиционный счет, поскольку возникает много вопросов. В комментариях люди обращаются, в письмах. И буду рад, если мой опыт станет для вас полезным. И продемонстрирую свой инвестиционный счет. Открыл его также в Тинькове довольно быстро. Открывал его в январские праздники. На удивление, ожидал, что открытие произойдет после праздников. Но, видимо, и те компании, которые непосредственно открывают счет Тиньков, работали в это время. И порядка 4 января был открыт мой инвестиционный счет. Открыл его для возможности возврата НДФЛ. Как вы знаете, суммы до 400 тысяч рублей в год государство по инвестиционному счету возвращает 13%. То есть 400 тысяч можно вернуть 52 тысячи рублей. Если я открыл счет в 2019 году, в 2020 году, я буду иметь право на возврат подоходного налога. Что я буду делать. То есть этим основным и привлекательен ИИС. Но есть ограничения по этому счету. Его нельзя закрыть. Точнее, его можно закрыть до 3 лет, но тогда вы налоговые вычеты не получите. То есть какая там система. Если вы в 2019 году открыли счет, вот видите, у меня тут таймер есть, открыт 30 дней. Открыл в 2019 году, четко там 4 января. Через 3 года, 4 января, я буду иметь право его закрыть, ну как полагается. И вывезти средства или вывезти акции, там уже второй момент. Если все-таки потребуется его закрыть срочно, это можно сделать, никаких проблем нет. Например, сейчас он у меня открыт, я могу заявление подать в Тинькофф, мне его закроют, деньги я выведу. С этим вопросов не возникает. Но есть один момент. Если вы, скажем, в 2019 году открыли этот счет, в 2020 году получили вычет НДФЛ, возврат НДФЛ точнее. И, скажем, после этого решили его закрыть, тогда вам придется вернуть те средства, которые вам компенсировало государство. Плюс пени. Но счет также вы закроете без проблем. То есть, ну это небольшая как бы проблема для меня, она не становится каким-то камнем преткновения. Я решил открыть ИИС, продержать его 3 года и все 3 года по возможности добавлять средства и получать по 52 тысячи рублей каждый год. Вот. Какие у вас будут вопросы по открытию, по каким-то дополнительным моментам, спрашивайте. Вот, как комментарии возникают насчет покупки иностранных бумаг на ИИС. Могу вам сказать, что это вполне возможно. Видите, у меня куплены эти бумаги. То есть, говорят, что невозможно купить на ИИС. Американские бумаги, например, все возможно. Перед открытием ИИС я консультировался у брокера на этот счет. Никаких проблем нет. Есть ограничения по закону, что на ИИС вводятся средства только в рублях, а дальше вы делаете, что хотите. В рублях ввели средства. Можете купить доллары, можете облигации купить, можете акции купить, все что угодно. Можете купить доллары на них, как я в данном случае, покупать акции зарубежных компаний. Разницы нет, поскольку вы в налоговую предоставите в качестве документа, документ о пополнении счета. То есть, это платежное поручение, в котором будет указано пополнение такого-то счета на 400 тысяч рублей. То есть, дальше, что вы покупаете, налоговая не знает, не видит. И с этим тоже проблем никаких не возникнет. На этот счет можете не беспокоиться. Ну, такой комплект акций у меня. Как вы знаете, веду рубрику по вашим заявкам, где вы указываете те компании, которые были бы для вас интересны. Вот в Инвеско уже попадали, в Крафт Хайнс попадали, в Бритиш Американ Табака попадали. Но пока, следуя своему списку, который я веду последовательно, обозревал только компанию Веско. Вы ее видели. Ну, я вам тоже демонстрировал уже в том обзоре, как все происходит. Хорошая дивидендная доходность по ней и растет она существенно. То есть, она мне устраивает. Бритиш Американ Табаку у меня на основные средства приобретен. Тоже компанию я рассматривал. Но еще рассмотрю более подробно, также в рамках обзоров. Не вижу смысла ее бегло оценивать. Крафт Хайнс, пищевая отрасль Питни Бовес. Думаю, по ней возникнет резонанс. Так же, как по Центури Линк. Хочу вам маленько показать, как я ее покупал. То есть, приобретал. Точки приобретения вы видите здесь. Сначала я закупился здесь. Потом наблюдал, как она себя ведет. Динамику. И докупался, когда был уверен, что компания не собирается падать. Я докупал ее суммарно три раза. По событиям. Первое приобретение основное было оно изначально. 4 января. Суммарно покупал компанию Питни Бовес на 1000 долларов. Довольно-таки приличная сумма. Не то, что я был в ней уверен, что это такая хорошая организация, в которой я хочу держать серьезную часть средств. А я ее купил, чтобы продать. То есть, я приобретал ее. Основной пакет был приобретен здесь. Продал наполовину ее здесь. То есть, порядка 12%. Зафиксировал прибыль по Питни Бовес. И оставил половину. Теперь наблюдаю. То есть, с такой долей я достаточно спокойно могу дальше оценивать эту компанию и пересматривать ее. То есть, за всеми компаниями я постоянно слежу. Если будут какие-то, скажем так, негативные посылы, я всегда ее могу продать, пока она неплохо растет. И по ней более, наверное, более 12% у меня получилась дивидоходность. Учитывая сумму, за которую я ее покупал, это довольно-таки хорошо. Учитывая тоже, что она платит дивиденды давно. И я не думаю, что она перестанет их платить в ближайшее время. Плюсом ко всему, она... Ну, сейчас точную цифру не скажу. Ну, к примеру, там на 50-60% только прибыль тратит на выплату дивидендов. То есть, у нее довольно стабильное положение в этом отношении. Синапэк – это китайская компания. Тоже можно о ней разговаривать долго. Тоже в отдельный взор вынесу, если вам будет она интересна. Тоталь – французская компания. И Вион. Как раз Петни Бобус продал и вложил в часть этих компаний, чтобы средства рассредоточить. Вот такой вот инвестиционный счет. Второй портфель. И на этом, пожалуй, все. Как бы основные моменты я осветил. Если вам интересно, дальше буду делиться результатами работы с индивидуальным инвестиционным счетом. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...